здравствуйте уважаемые телезрители сегодня в гостях мы у протеерея вячеслава баскакова он является моим однокурсником и мы решили записать дружеское интервью беседу на тему великой отечественной войны и на ту тему почему он в городе твери городе воинской славы на бессмертном полку нес портрет одного из членов сопротивления парижского святой матери марии скобцовой здравствуйте отец вячеслав здравствуйте да мы однокурсники вместе учились на историческом факультете почему я в этом году мои родственники конечно несли портреты своих близких от нашего дедушки почему я лично в этом году сделал фотографию святой матери марии скобцовой праведницы народов мира героя парижского сопротивления почему и в твери как мне кажется важна ее память мать мария скобцова прославленная в лике святых в 2004 году как преподобно мученица она отдала свою жизнь в фашистском концлагере вместо другой женщины за неделю до освобождения советской армии этого лагеря но до сих пор имя святой матери мария не вошло в святцы русской православной церкви в россии ее не принимают печально что особенно не любят в кавычках ее наше монашествующее духовенство расскажу несколько слов о ее жизни в твери ее память почитают в храме где я служу православном храме при центре имени василия петровича аваева города твери мы особо почитаем святую мать марию в храм где я служу посещает малые православные братства во имя святой матери марии скобцовой и более того вот общественную организацию комитет имени константина петровича победоносцева который я возглавляю в этом году учредили награду крест святой матери марии скобцовой как общественную награду константин петрович победоносцев и мать мария скобцова они были друзьями сохранилась переписка где мать мария будущей еще маленькой девочкой называет что константин петрович ее самый настоящий верный друг представляете она родом из россии родилась в 1891 году российской империи человека удивительной жизни вот здесь есть книги о ней она философ богослов поэт художник иконописец сестра милосердия она ее вынуждены из россии изгнали во время революции она стала иммигранткой я подробно не буду рассказывать о ее жизни скажу самых о главном вот а когда она стала иммигранткой она организовала центр помощи русским иммигрантам богословские курсы была лидером русского христианского движения за границей а потом поселилась в париже помогает бедным нашим иммигрантам была даже председателем общества русских бездомных в париже и когда приходит беда наша общая беда начинается вторая мировая война мать мария уже будучи монахин она принимает самое активное участие в борьбе против фашизма потому что фашизм это то что пыталась стереть само имя человека с лица земли а мы знаем что христианство и христос он высоко ценит человека человечность мать марии становится лидером французского сопротивления ее квартире где она жила был один даже из штабов французского сопротивления она помогает всем кто к ней обращаются когда начинается холокост она начинает помогать евреям избежать вот этой участи конституционном лагере и вместе со своим сыном юрием который тоже прославлен вместе с приходским священником местным они выдают поддельные документы о крещении еврейских детей и по этим документам их как бы не отправляют в традиционного в эти концлагере она спасает жизни за это его арестовывает она попадает сама в заключение два года находятся в ужасных условиях но она не пала духом женщина глубокой веры особого духа особого такого дерзновения она сохранились воспоминания никогда она помогала заключенным женщинам которые были с ней в бараке помогала просто не потерять свое человеческое достоинство и 31 марта 1945 года за неделю до освобождения концлагеря с советскими солдатами когда фашиста очередной раз на наугад выбирали женщин для газовой камеры она пошла эту камеру вместо другой женщины потому что та женщина она тоже была матерью у нее были еще живые дети а матери марии к этому времени единственный оставшийся сын ее юрий погибает в лагере поэтому она говорит что у меня детей уже нету все погибли а вам еще есть кого воспитывать она вместо нее идет газовую камеру и погибает вот такой это человек поэтому в этом году я стрепет такой стрепетом распечатал ее портрет с орденом отечественной войны этот орден здесь не просто так изображен в 1985 году указом верховного президиума и верховного совета ссср мать мария была награждена орденом отечественной войны второй степени и в этом же году в 1985 она была признана праведницей народов мира как человек который помогал спасал евреев от холокоста в советское время даже был снят они фильм что это очень удивительно и в этом фильме она предстает как именем именно православная монахиня мне кажется это очень было необычно и удивительно для того времени хотя уже конечно шла перестройка страна менялась и вот спустя получается 30 лет в россии к сожалению ее имя еще не поминается в календарях написано что есть такая святая преподобная мученица более того некоторые даже православные ресурсы в кавычках православная пишут всякие плохие вещи что как будто она была не настоящей монахиней что она вела неподобающую жизнь и что-то в этом роде люди совершенно я потом когда скажу о значении победы великой отечественной войне я еще вернусь к этому вопросу почему как мне кажется ее не принимают как святую в россии и особенно монашествующие отец вячеслав видно что вы очень глубоко переживаете вот эту тему и тему великой отечественной войны и тему подвига святой матери марии вот хотелось бы у вас пользуясь вот такой возможности узнать о подвиге священников русской православной церкви какие-то примеры может быть какие-то личности тверской губернии или вообще в россии вот что вы можете сказать вы наверняка очень много знаете этот вопрос это надо было заранее посмотреть конечно церковь как часть общества всегда была с народом чтобы они говорили там некоторые историки и стереографы и конечно самого начала вот этот патриотический подъем во время в начале великой отечественной войны был настоящим искренним в храмах собирались пожертвования дополнительные священники которые были призваны вооруженные силы они исполняли также свой воинский долг конечно это было не так как было до революции когда существовали капелланы и священники не брали оружие здесь было немного по-другому примеров очень много в твери во время оккупации самого города сам епископ принимал участие в такой вот подрывной деятельности против фашизма при нем было несколько священников которые как бы только имитировали роль священников а на самом деле были партизанами известны такие примеры я хотел бы сказать что вот 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 память чем для для нас день победы очень важен и что в нем главное что второстепенное сейчас все эти понятия перепутались да сейчас день победы превратился из дня памяти и скорби из дня тишины да превратился в некий такой праздник реконструкции и такой вот романтизации вот войны да какой-то бравады таким брянск таким вот вариациям какими-то вооружениями да что мы как будто можем это повторить если мы хотим такие лозунги слышатся да всех подряд одевают в военную форму именно в ту военную форму маленькие дети даже одевают имитацию орденов медалей конечно вопиющий случай когда животных одевают и с ними фотографируются в интернете можно увидеть как обезьяна ходят в военной форме вот вся вот эта война это не романтика война это всегда боль война это всегда грех война это всегда выбор не между добром и злом а между малым злом и большим злом то есть это всегда все равно зло когда человек был вынужден идти на войну наш да советский солдат был вынужден убивать немца которого он может быть не знал в мирной жизни они могли быть друзьями в мирной жизни они могли быть с авторами какой-нибудь даже научной работы но был выбор между малым злом и большим злом большое зло это когда конечно солдатам приходилось убивать ради чтобы защитить своих ближних своих семьи свою родину само понятие человека вот поэтому была выбрана вот эта вот стезя малого зла идти убивать самим но это все равно перед богом и перед человечеством большая трагедия это беда и когда мы празднуем день победы мы празднуем именно день победы а не эту войну и мы утверждим мы хотим в этот день поднимая память о войне мы эту память поднимаем только для того чтобы она не повторилась да мы как историки знаем все что в истории забывается начинает повторяться поэтому не должно быть никакой романтики вот в боях о войне ее там не было те ветераны отечественной войны которые участвовали в боях будучи взрослым человеком да восемнадцать двадцать и больше лет после войны они молчали они им трудно было выступать перед школьниками они не смотрели фильмы о войне они им было больно сейчас этого поколения уже нет сейчас сейчас оставшиеся ветераны это можно сказать да дети полка которые воевали в таком возрасте еще юношеском совсем подростковом возрасте а первые ветераны они молчали потому что вот вспомним слова из песни мыслима Магомаева да хотят ли русские войны да хотят ли русские войны спросите вы утешены поэтому мне кажется сейчас церковь именно церковь должна возвысить свой голос вот в этой ситуации и сказать что война это грех что мы должны все всеми силами избежать войны избежать нагнетения вот этого духа милитаризма духа гонки вооружений что война это беда что Россия не переживет четвертую получается отечественную войну да до революции первая отечественная война это 1812 года вторая отечественная война это 1914 годов 17 год третья отечественная война это уже как раз великая отечественная война четвертую войну мы не переживем да учитывая народонаселение учитывая как ну если взять Тверскую область каждый год 15 тысяч человек наша область уменьшается поэтому когда сейчас некоторые люди сидящие на диванах которые встают только идут на парад победы чтобы прокричать лозунги что хотите повторим это безумие более того я соглашусь с заслуженным профессором Санкт-Петербургской духовной академии протереем Георгием Митрофановым который сказал что это даже кощунство то есть эти слова являются кощунством одевать военную форму детей не кадетов каких-нибудь не скаутов которые много лет как бы воспитываются в этой традиции а просто один раз в году одеть на ребенка какую-то имитацию это тоже кощунство тем более кощунством является ходить с обезьяной в военной форме солдата и фотографироваться это просто как это беда настоящая и вот в этом в этом контексте мне кажется почему не принимают мать Марию Скобцову как святую в России мне кажется это тоже связано с неким извращенным понятием монашествия тоже некой романтизации монашеской жизни не как подвиг не как жизнь в борьбе с самим собой с внутренними страстями да как некая романтика вот сидит монах в пустыне творит чудеса ходит по воде да всех исцеляет ест мох на самом деле монашеская жизнь это жизнь подвига монашество которое возникло в четвертом веке начинается в александрии когда люди убегали из городов в пустыню они убегали от профанации христианства когда христианство стало официальной религией вместо гонимых православные стали привилегированными когда чтобы стать чиновником нужно быть христианином тогда в христианство ринулись люди далекие от церкви которым в принципе вера и бог были просто безразличны и вот люди которые прошли испытания прошли мученичество ради бога они не могли жить рядом в такой суете они уходили в пустыню там они объединялись им было очень тяжело они с радостью если бы возвратились в эти города если бы в этих городах снова дух истинного христианства бы возродился вот мне кажется вот это вот ложное понятие о монашестве и не дает современному русскому монашеству российскому принять мать марию как святую да она не жила в монастыре да она в своей монашеской одежде бегала из угла в угла в париж кормя бедных защищая невинных угнетенных голодающих эмигрантов во время оккупации она да давала поддельный документ евреям да это был тоже выбор не между добром и злом а между малым злом и большим злом конечно любые поддельные документы любое поддельное христианство это плохо но в те конкретные времена времена боли оккупация времена торжества греха это было это было правильным делом некоторые говорят что вот она не настоящая монахинь потому что она курила ну или она у нее были какие-то такие необычные богословские мнения было опубликован опубликованы ее книги вот типа религиозной жизни вот у меня есть некоторым не нравятся ее мысли о роли и цели христианства но мне кажется об этом говорят только те люди которые не читали это которые она имела право на право голоса и это право голоса она заслужила мученической смертью да своей кровью поэтому все кто ее осуждают и не принимают я считаю они не имеют такого права голоса на словах слова изображенные на награде которые учредил комитет имени Победоносцева есть традиционные слова которые были выбивались на каждой медали в честь воин в честь героических подвигов не нам не нам а имени твоему и на кресте Святой Матери Марии мы также написали цитату из Евангелия от Луки но не просто а в переводе академика Сергея Сергеевича Аверинсова кто хочет следовать за мною пусть отречется от самого себя и каждый день берет на плечи крест и так следует за мною вот эти слова каждый день они в русском переводе были утеряны Сергей Сергеевич Аверинцев академик глубоко верующий человек я скажу что святой человек святой жизни великий ученый вот он более точно перевел эти слова каждый день берет на плечи крест пример святой матери для меня и для братства в честь святой матери моей для многих парижан в 2016 году в честь нее в париже была названа улица более того один когда ее прославляли католики пришли на службу и католический епископ сказал что мы ее будем почитать тоже как святую то есть это мне кажется человек который удивительный человек имя которое нужно нужно знать в России каждому наша соотечественница которая была изгнана из нашей страны но своим сердцем она всегда была с России вот даже в фильме который вышел еще в советское время там был такой диалог сидели в центре Парижа люди фильм начинается с этого и мать Мария бежит по улице и в этом диалоге есть такие слова они вспоминают слова митрополита евлогии георгиевского который постригал мать марию в домовом храме святосергиевского богословского института в Париже говорят что она ну как бы не совсем настоящая монахиня никогда не жила в монастыре все какая то вот такая в суете и вот собеседник говорит что не спеши осуждать представляете это в советском фильме такие глубокие были слова не спеши не спеши осуждать потому что возможно ее одежда монашеская одежда скорби это скорбь у потерянной родине скорбь вот о разделении людей да вот это внутреннем разрушении человека когда целая страна погибала когда лучшие да умы были изгнаны из страны когда происходил вот это искусственное разделение людей на тех кто там на тех кто здесь вот такие были глубокие слова сказанные ее одежда как образ скорби о родине вот знаете очень много серьезных глубоких мыслей вы высказали Матери Марии хотят снимать документальный фильм уже снято несколько фильмов таких часовых к сожалению они просматриваются таком узком кругу к сожалению все ее имя вот если посмотреть в интернете то вы встретите много критических статей просто для меня они кощунственные когда вот я уже сказал да что она своей кровью заслужила право голоса это дорогого значит да конечно в русской православной церкви и в монашестве в частности есть масса примеров героического подвигов вы упомянули о вкладе вклад был громадным ну общеизвестно что в первые месяцы войны на деньги русской православной церкви была куплена танковая колонна целая колонна целая танков была куплена вот и там в общем то многие люди покупали и самолеты покупали и какие-то орудия там так далее известно что какой-то колхозник я не помню фамилию он купил купил самолет дважды купил самолет который который занимался изготовлением и продажей меда то есть тот период и вот русская православная церковь только в первые месяцы приобрела колонну танков да да несмотря на то что в этот период церковь была можно сказать разрушена да было само слово христианство было запрещено вот что важно сказать по вкладе русской православной церкви вот в то время церковь подчеркивала что вот собирая средства в храмах да люди собирали не просто ну ведь и неверующие тоже да люди собирали средства а вот я хочу сказать именно верующих людях они собирали именно в том числе как молитвенное поминовение то есть собирали средства ради Бога ради Бога который никогда не благословляет никакую войну то здесь Христос христианство было на первом месте вот это вот это важно знать в христианстве в христианстве в христианстве все богословие все священное писание оно говорит только об одном что Бог есть любовь и вот ради этой любви он воплотился сошел на землю чтобы быть как человек равным человеку да поэтому он крестится даже как человек не отделяет себя от всего народа живет обычной такой вот жизнью и берет на свое на свои плечи грех всего народа и его несет и вот 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 к этому кресту крестоношению призван каждый христианин отец Вячеслав хочется задать вам вопрос с точки зрения христианства христианина с Вашей точки зрения в чем в чем неправильность и в чем возможные какие-то камни подводные той образовательной политики которая проводится сейчас в обществе в частности символики там тех вещей о которых вы уже упоминали показных многих вещей вот с Вашей точки зрения вы уже можно сказать ответили вот это страшная романтизация войны и милитаризация сознания когда детям да со школьной скамьи прививают о том что война это что-то такое простое что война это не грех что война это только подвиг что во время войны проявляется только лучшие качества человека это все ложь да мы как историки знаем что во время войны проявляются многие плохие качества о которых замалчивают во время войны много боли и поэтому этот день не показухи и вот как раз игрой мышцами а это день памяти молитвы и скорби день день победы день когда мы все должны сказать чтобы никогда нигде ни в каком виде война больше не повторилась не потому что мы не можем воевать даже тот же Муслим Магомаев той же самой песни есть слова да мы умеем воевать но не хотим чтобы опять да солдаты падали в бою на землю горькую свою вот вот об этом нужно говорить помнить чтобы не забыть помнить чтобы не повторить мы повторить этого не сможем к сожалению не сможем если мы не можем даже тех ветеранов которые остались единицы не можем им достойно обеспечить старость только же последние годы стали обращать внимание на жизнь от оставшихся ветеранов а сперва они не получали даже пенсию за награды они не получали никаких доплат сколько было случаев в 60 и 70 годы когда людей лишали званий героев Советского Союза за какие-то такие бытовые проступки ведь у них были покалечены судьбы у них не было настоящей вот да системы реабилитации можно сказать многие кто были захвачены в плен а потом отсидели срок в Советском Союзе и вот когда вот у меня я не помню как зовут этого ветерана но в 60-е годы этот человек начал спиваться от того что та боль он не пережил эту боль да спустя 15 лет он не пережил эту боль начал спиваться и вот после драки очередной драки в кабаке суд скороспешный суд лишает его званий герой Советского Союза всех наград отправляет осуждает на несколько лет тюремного заключения я я не хочу говорить что у нас в стране к ветеранам не такое трепетное отношение как пример там да сравнивать за границей я не имею такой особой информации но недавно прочитал статью что больше живых ветеранов вот этой второй мировой войны вот за границей тоже и Америки понятно что там меньше пострадало людей но больше сейчас живых то есть именно те которые участвовали в таком осознанном возрасте в войне не дети полков почему они могут жить почти до 100 лет а у нас ветеран практически не осталось тут же есть о чем задуматься отец Вячеслав хотелось бы как историка вас тоже спросить чтобы вы более более ярко осветили вот эту проблему вы о ней коснулись но так достаточно поверхностно как сами ветераны люди прошедшие вот этот от войны как они сами относились к этому дню и вообще к тем событиям которые они прошли как он отмечался не отмечался то есть как ими воспринимался вот этот вот эти события я могу ответить на этот вопрос конечно непрофессионально только потому что я не историк войны но сохранились мемуары воспоминания я уже сказал что ветераны не любили смотреть фильмы которые реконструируют эту боль они молчали не ходили по школам можно можно даже так сказать что в большей степени в большей степени голос людей которых прошли вот этот ад он был не услышан чем услышан наверное так то никакой бы милитаризации и романтизации этого бы не было когда бы они смогли передать они не смогли из-за того что это была слишком большая трагедия они может быть не смогли передать этот опыт целому поколению вот мой дедушка инвалид Великой Отечественной войны умерший в 1985 году Николай Архипов он никогда не говорил о войне я не помню чтобы он говорил о войне он был контужен был награжден орденами он никогда не говорил о войне может быть поэтому вот и не передалась эта боль поэтому я и хочу подчеркнуть что именно церковь как именно церковь как движимая духом святым движимая живым подвигом своих святых такие как Мать Мария должна сейчас сказать об этом не просто торжественно участвовать в мероприятиях возложение венков неизвестному солдату а сказать то что я сказал вначале что война это всегда грех что война это всегда выбор не между добром и злом выбор между малым злом и большим злом это всегда зло и мы должны сделать все возможное чтобы война не повторилась я уже говорил об этом несколько раз но это очень важно спасибо огромное я думаю нашим телезрителям понравилось наше интервью о Матери Марии можно почитать в интернете есть сайт посвященный Матери Марии вот новые книги опубликованные проходят конференции к сожалению они имеют как я уже сказал такой локальный характер вот в Твери в 2016 году в честь Матери Марии была проведена международная богословская конференция нет она была проведена в 2011 году в 2016 году изданы труды этой конференции я призываю всех наших русских христиан да православных вот глядеться в образ этой прекрасной красивой вот такой пламенной женщины в ее жизнь вчитаться в ее слова в ее богословские размышления в ее стихи посмотреть и принять ее как приняли ее парижане как приняли ее другие православные церкви как святую как ту которая молится о нас каждый день и в том числе молится чтобы никто никогда не пережил бы то что пережила она потерю детей смерть близких мученичество в контактационном лагере чтобы никто ни у кого не было выбора чтобы никто не делал вот этот страшный выбор между своей жизнью и жизнью близкого человека спасибо вам большое я оставлю внизу ссылки вот эти сайты о которых вы упомянули может быть оставлю ссылки на ваши какие-то ресурсы чтобы с вами могли телезрители связаться задать какие-то вопросы которые их интересуют в фейсбуке про интервью Вячеслав Раскаков вот по возможности буду стараться чаще посещать вас чтобы брать такие интервью на те темы которые интересуют наше все общество потому что сейчас у нас общество духовно больно это очевидно очевидно по тем примерам которые вы привели они наряжают обезьянок каких-то военную форму когда пропагандируют непонятные вещи ну для них наверное они понятны вот поэтому вот такие вот у нас в Твери новый митрополит молодой Кашинский управляющий дела Московской патриархии ну когда вы будете смотреть мою фамилию если в интернете то вы увидите что я много пишут обо мне в том числе хайп который был с ботинками такая трагикомедия некоторая митрополит Савва сказал чтобы я не отчаивался отстаивал свою жизненную позицию и даже так сказал пользуясь своей популярностью чтобы ну говорить правду о Христе правду о святых людях поэтому я снова открыл свой фейсбук снова будут работать сайты комитет победоносцев сайты диалог традиционных религий которые я веду поэтому будем братья и сестры помнить слова нашего Спасителя Христа любите друг друга как я вас возлюбил потому что самое главное в жизни самое основное это любовь это любовь друг к другу мы все призваны быть счастливыми быть любимыми быть понимаемыми понимаемыми поэтому каждый человек имеет право и должен проявить свой дух свой свою целостность иметь возможность проявить это все во время мирной жизни не дай бог проявить силу духу тогда когда придет война пусть этой ситуации не будет есть много мирных мирного поприща где мы можем себя проявить в делах милосердия образования труда вот как мать Мария до войны помогала всем бедным обездоленным всем нуждающимся помогала не только материально но и прежде всего духовно то есть говорила о боге как о то как об отце который любит всех для которого человек ценен сам по себе и все что в человеке ценно говорила о том что бог любит человек и чтобы каждый человек вот восстановил себе вот эту разрушенную целостность чтобы каждый человек стал человеком с большой буквы спасибо огромное за этот откровенный разговор очень приятно что состоялся именно в такой форме дружеской беседы таких спокойных тонах и именно вот в таком духе мне кажется и можно найти истину понять то в каких условиях мы находимся понять что из себя представляет тот или иной персонаж события там так далее вот именно в таких духе мирного диалога мирного диалога да когда мы слышим друг друга да к сожалению да сейчас в СМИ и в разных интернет ресурсах вот этого возможности нету ее нет абсолютно это просто гонка гонка за популярностью это гонка за раскручиванием какого-то бренда еще какими-то политическими вещами а такого простого человеческого общения даже просто общения его практически отсутствует оно да оно отсутствует да простое самое главное равноправное человеческое общение мне кажется это очень большие слова можно сказать даже евангельские слова простое человеческое равноправное общение когда каждый человек имеет возможность услышать другого человека Встать на его точку зрения. Не сразу поставить клеймо еретика или неправославного, модерниста, а встать на точку зрения другого. Посмотреть другими глазами. Может быть, окажется, что это изменит всю жизнь. Но для меня пример Матери Марии – это не только пример исторический, историографический. Это пример для жизни. То есть она повлияла и на мою личную жизнь. Спасибо огромное. Будем стараться еще записывать такие встречи, такие диалоги. Тем много для разговора. Раз Владыка благословил говорить откровенно и повторял всем священникам, что закрытых тем не будет. Он призывал все духовенство Тверской епархии к диалогу. Поэтому сейчас проводятся в епархиальном управлении семинары, встречи, открытые, на разные темы, в том числе темы такие острые, дискуссионные. Раз закрытых тем нет, значит, есть возможность для продолжения нашей беседы конструктивной, я думаю. Христос воскрес. О, истинно воскрес. Все, спасибо большое. До свидания. О, истинно воскрес.